45 человек, зараженных коронавирусом. И это только в одном доме. Железнодорожный район стал настоящим очагом распространения инфекции. В масштабный рейд сегодня отправились сотрудники полиции. Задача проконтролировать соблюдение указа губернатора. Должен быть какой-то результат. А результат нужен тот, чтобы население поняло, что угроза существует и самоизолировалось желательно своих квартир. Это самое главное. Кто не понимает составляем протокола. Оформить протоколы действительно пришлось. В субботний день местные рынки собирают немало покупателей. Большинство людей, конечно, научены ежедневными проверками. Но есть и те, кто предпочитает находиться в общественных местах без маски. Отговорки у жителей старой сортировки разные. Почему без маски находятся в общественном месте? Машина забыла. В машине забыли? Она у меня из рук упала. Я грязную не буду на лице одевать. Внимание правоохранители уделяют и трудовым мигрантам. В эти выходные сотрудники проверяют резиновые квартиры, где проживает одновременно от 7 до 20 человек. С начала мая 349 жителей железнодорожного района получили положительные результаты тестов на COVID-19. В это количество входят проживающие здесь же сотрудники склада алкогольной торговой сети. В связи с этим губернатор Евгений Куйвашев принял решение продлить ограничительные меры до 1 июня. Мы не имеем права сегодня принимать поспешные и опрометчивые решения, которые могут негативно сказаться на здоровье уральцев. Учитывая эту позицию, с которой я согласен, в ближайшее время мы подпишем соответствующие документы. Снимать ограничения действительно рано. Количество заболевших продолжает расти. Только за последние сутки на Среднем Урале зафиксирован 171 новый случай заражения COVID-19. Два человека умерли. Тем временем свердловские врачи продолжают бороться за жизни пациентов. В ход идут и экспериментальные методы. Уже несколько десятков больных коронавирусом получили лечение антиковидной плазмой. 40% из них идут на поправку. Забор материала проходит на территории станции переливания крови. Донором может стать человек, переболевший COVID-19 в возрасте от 18 до 55 лет и без сопутствующих патологий. Антитела образуются у человека в ответ на попавшую инфекцию. Именно этот вирус провоцирует выродку специфических антител. Мы берем эти антитела, вводим в организм другого пациента. И эти антитела начинают бороться с тем вирусом, который циркулирует у этого человека. Это, по сути, система пассивной иммунизации. Врачи стали героями нашего времени. За рискованный труд 8 мая медики 40-й больницы Екатеринбурга уже получили первые так называемые президентские выплаты. Всего их будет три за апрель, май и июнь. Сумма доплаты зависит от категории работника. Это от 25 до 80 тысяч. Чтобы не было нарушений, все начисления контролирует прокуратура. Прокуратурой запрошены локальные документы с медучреждений, чтобы посмотреть сроки, категорию сотрудников медучреждений. Будут изучены материалы, касающиеся расчетной ведомости, подтверждающие, что деньги поступили сотрудникам медучреждений. И фактическое получение денежных средств. Между тем регион продолжает готовиться к поэтапному выходу из особого режима. В Свердловской области идет работа над декларацией безопасности. Документ будет содержать список санитарных норм, которые позволят открыться в том числе торговым центрам. Мы этому уделяем особое внимание, поскольку документ своеобразный пропуск для начала работы объектов торговли и услуг. Также четкое соблюдение комплекса санитарно-эпидемиологических норм является обязательным для начала работы социальных объектов, в том числе и детских садов. В России за последние сутки выявлено почти 9,5 тысяч заболевших COVID-19. Сейчас наша страна занимает второе место в мире по количеству заразившихся. А это значит, что отказываться от особого режима, использования индивидуальных средств защиты и соблюдения самоизоляции еще рано, считают эксперты. Полина Гладких, Валерия Васильева, Радий Каскаров и Сергей Лысак. События. Итоги недели. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова